Мы прибыли на празднование Дня Канады, самого главного праздника страны. Мы, конечно, немножко опоздали, тусовка началась намного раньше, но праздник продолжается и мы присутствуем на нем. Любое действие начинается с тщательного изучения карты и определения местоположения. После этого можно начинать движение в любую сторону. Идет процесс коллективного творчества по созданию художественных шедевров. Тем более, как Канады воспроизводится из всего, что только можно. Из лего, различные флажки, шапочки, колпачки и все, что можно только придумать. Люди наряжаются как только могут, насколько хватает фантазии. Все участвуют в этом праздничном шоу. Называем он Canada Day. А это гордость канадского спорта. Хоккей на льду, который играют даже летом. Правда, на тепловом покрытии, но все равно очень увлекательно. Задолго до начала концерта люди начинают занимать места на знаменитых стульчиках. И потом тут будет некуда яблоко упасть. А пока легкие приготовления. Массовые гуляния проходят везде. То есть повсеместно. По мостам, скверах, дворах. И везде, где только. Счастливые обладатели канадских трофеев. Масс pumping. По мостам, на заверном реализации. Субтитры сделал DimaTorzok И общее сумасшествие идет полным ходом И только пень Канады понимает, что в Канаде, оказывается, есть еще люди Вот они Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Пролетариат Канады вышел продемонстрировать свою салитарность со всеми пролетариями мира. Санта-Клаус даже летом находит себе занятия и принимает активное участие в праздновании Дня Канады. Продолжение следует...